доброе утро как меня видно как меня слышно так мы начинаем поставьте пожалуйста плюсики кто меня видит кто меня слышит так все собираемся коллеги значит на что хочу вам сказать что в столь непростой момент нашей жизни законы меняются очень очень быстро да и моя задача сегодня естественно я никаких прогнозов давать не буду продавать покупать что делать с деньгами вообще не мои функции и сейчас по моему эти прогнозы вообще очень сложно давать моя задача это сегодня сделать краткий обзор того что у нас изменилось после 24 февраля и все что касается нас вами и области недвижимости вот это наверное самая главная моя задача которую я хочу до вас донести то в любом случае мы живем в тех реалиях когда нам нужно держать руку на пульсе нам нужно гибко очень действовать после того как у нас меняется закон он утром может одно быть указ президента вечером другой поэтому я сегодня говорю о текущей ситуации без паники без эмоций и без прогнозов да значит начнем с того что наверное же о том что конечно же у нас нашумевший указ президента от 1 марта 2022 года номер 81 о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности российской федерации именно этим законом установлен особый порядок совершения сделок с недвижимостью и ценными бумагами между резидентами да и конечно же четко указал закон что такие сделки можно совершать на основании разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в российской федерации но список недружественных стран постоянно меняется я думаю нет смысла вообще перечислять эти недружественные страны проще перечислить дружественные страны да потому что санкции появляются все новые и новые и сам указ можно трактовать по-разному а например что подразумевает такие сделки где иностранные лица выступают продавцами или покупателями но насколько сейчас я понимаю ограничения и когда иностранец продавец и когда иностранец покупатель поэтому мы ждем естественно окончательное разъяснение росреестра по этому поводу и конечно же сейчас на сайте минфина российской федерации уже опубликована информация по поводу того что можно по электронному адресу обратиться о выдаче разрешений на совершение такой сделки поэтому эта информация в открытом доступе я думаю что вам это объяснять не надо ну или по почтовому адресу город москва или улица ринка дом 9 сразу говорю что сейчас наши коллеги уже подали заявку вот по этому механизму ответ будет течение месяца это так чтобы вы понимали на что хочу обратить внимание чтобы вы когда совершали сделки на что вы должны обращать внимание дорогие коллеги первое что если среди участников сделки иностранные граждане раз если гражданин имеет двойное гражданство то указывайте только российский паспорт если у нас странного гражданина есть вид на жительство российской федерации обязательно нужно указать это в договоре этим вы обратите внимание что гражданин является валютным резидентом российской федерации если среди участников сделки иностранные юридические лица если среди участников сделки российские юридические лица которые имеют иностранное участие например имеющие в учредителях иностранных физических лиц или иностранной компании это касается и покупки недвижимости у застройщиков если квартира покупается за счет кредитных средств банка и в пользу банка выдается закладная это ценная бумага надо проверить если у этого банка иностранное участие ну вы знаете что сейчас одну минуту сейчас одну минуту что буквально вчера я в телеграме своем размещала информацию и мне меня обвинили фейки фейках значит есть такая информация она уже подтверждена что ипотечные сделки с банками как райфайзенбанк юный кредит банк хом кредит росбанк сети банк получают вот эти сделки приостановку а сейчас эти банки обратились в росреестр и ждут ответа от росреестр почему росреестр не совсем верно трактовал данный указ я думаю что в ближайшее время будут уже конкретное разъяснение по этой ситуации конечно нету массовых приостановок есть москве в регионах такого рода сделки как говорят наши коллеги регистрируются до росбанк подтвердил это поэтому смотрим что какую информацию мы получим от росреестра обещает что это будет в ближайшем будущем следующее что вот я вам сейчас дала такую мини инструкцию что если ходит на один вопрос есть ответ да то уточняйте в росреестре будет ли приостановка по такой сделке потому что еще раз говорю что в разных отделениях росреестра у регистраторов может быть свое видение и по-своему трактоваться указ я думаю после получения разъяснений нам станет намного лучше дальше на что бы я еще хотела обратить ваше внимание по поводу кредитных каникул задается очень много вопросов и давайте мы на этих кредитных каникулах остановимся что и санкции из-за санкции в отношении россии президент подписал федеральный закон номер 46 об экономической поддержке бизнеса и населения российской федерации да совершенно верно в росбанке висит сделка банк ничего не компенсирует не комментирует ждет разъяснение росреестра да и так давайте поговорим конкретно о кредитных каникулах то есть они отличаются от кредитных каникулах которые были в условиях пандемии чтобы получить кредитные каникулы конечно нужно обратиться в банк конечно банки ну давайте по порядку что о временном приостановлении выплат по кредиту об уменьшении суммы платежа по кредиту в течение льготного периода значит период каникул банк не будет требовать вносить платежи по кредиту или досрочно погашать долг а также не будут начисляться штрафы и пени при этом на время таких каникул банк будет продолжать начислять проценты по займам на весь период каникул могут установить льготную ставку по кредиту это означает коллеги что когда заемщик в будущем будут выплачивать отложенные платежи то они будут меньше чем были до кредитных каникул льготная ставка по кредиту составляет две третьих от установленного цб среднерыночного значения полной стоимости кредита но на льготную ставку кредита а смогут рассчитывать только те только заемщики по кредитным картам прошу обратить внимание и потребительским займам на ипотечные кредиты льготная ставка не распространяется конечно это влияет на кредитную историю об этом уже подтверждено все прекрасно знают что кредитную историю кредитная история будет испорчена это нам показала пандемия продолжаем дальше после окончания отсрочки заемщики должны продолжать выплачивать кредиты по графику платежей который был установлен ранее при этом срок кредита увеличивают на срок каникул по ипотеке или займу заемщик вправе оплатить часть кредита или погасить его досрочно в любой момент при этом суммы платежей направят на погашение основной части долга и право прекратить кредитные каникулы остается за заемщиком теперь важное право воспользоваться кредитными каникулами будет только у тех заемщиков у которых за месяц до обращения упал доход на 30 процентов или более по сравнению со средним доходом за 2021 год мы сейчас поговорим о справках который будет требовать банк даже если заемщик уже воспользовался это очень важно коронавирусными послаблениями с апреля по сентябрь 2020 года он вправе обратиться за новыми кредитными каникулами если выполнить три условия первое очень внимательно слушаем сумма кредита не превышает максимально возможный размер для кредитных каникул в 2020 но сейчас такие лимиты что ипотека 2 миллиона рублей для регионов значит москва санкт-петербург 3 миллиона рублей и москва не более четырех миллионов рублей автокредит 600 тысяч рублей кредитная карта 100 тысяч рублей потребительский кредит для физических лиц 250 тысяч рублей потребительский кредит для и п 300 тысяч рублей но я так предполагаю что лимиты будут изменены на момент обращения за новыми кредитными каникулами не должно быть ипотечных каникул и кредит на который можно получить послабление от банка должен быть оформлен до 1 марта 2020 года продолжаем дальше теперь какие документы необходимо чтобы банк вам эти кредитные каникулы установил справка о дохода за 2022 2021 год от работодателя бывшая 2 ндфл справка о из центра занятости о признании заемщика безработным справка о нетрудоспособности или больничный лист со сроком от одного месяца иные документы которые подтверждают снижение дохода заемщика теперь очень важный момент эти документы можно предоставить в момент обращения за кредитными каникулами если обратиться за каникулами без подтверждающих документов банк обязан их одобрить но при условии что эти документы предоставиться в течение 90 дней срок одобрения или отказа предоставление кредитных каникул составляет 10 рабочих дней если одобрение или отказ не предоставит в течение этого срока каникулы заработают в автоматическом режиме прошу внимательно на это прошу внимательно к этому отнестись сразу обращаю внимание что конечно же я сейчас не могу давать прогнозов вы помните при пандемии многие банки отказывали в ипотечных каникулах я думаю что в этот раз мы тоже с этим будем сталкиваться и поэтому нужно все решать индивидуально в банке то но мне нравится что если одобрение отказ не предоставляется в течение 10 рабочих дней каникулу заработать в автоматическом режиме поэтому я думаю что это в принципе но дает шанс чтобы люди получили каникулы не мучить чтобы их банк не мучил но сразу обращаю внимание такой фактор что конечно же кредитные каникулы распространяются мои дорогие коллеги на банковские сферы а если же это микрофинансовая организация или физически ли лицо дала займ то это нужно уже индивидуальном порядке решать с этой микрофинансовой организации и непосредственно с физическим лицом дальше напоминаю что московской области с 1 марта семьи смогут направлять региональный материнский капитал на газификацию дома соответствующий закон был принят областным парламентом 17 февраля речь идет о семьях которые получили региональный мат капитал с 2011 по 2016 года и не успели его потратить с помощью сертификата можно будет оплатить прокладку газопровода на территории дома и установку специального оборудования для этого нужно будет подать заявку на областном портале госуслуг дальше что еще из нового что глава думского комитета по семье предложил выдавать мат капитал на покупку жилья сразу после рождения ребенка не дожидаясь его трехлетия дальше россиянам временно освободят от уплаты налога с процентов по банковским кладом более 1 миллион рублей за 2021 и 2022 год а теперь какие антикризисные меры по поддержке граждан и бизнеса в условиях сансы будут существовать во-первых правительство сможет проводить дополнительную индексацию страховых пенсий пенсионного коэффициента и доплаты к пенсиям изменится порядок установления прожиточного минимум рот минимум рот по это сможет скорректировать правила приема у российские вузы для россиян которым пришлось прервать обучение за рубежом упрощена процедура закупки медицинских препаратов и изделий вводятся особые правила их регистрации граждане а также представители малого и среднего бизнеса получат право на кредитные каникулы если кредитный договор был заключен до 1 марта 2022 года с просьбой об отсрочке надо обратиться до 30 сентября отменяется проверка малого и среднего бизнеса до конца года а также айти компании до конца 2024 года еще раз говорю коллеги что я сегодня вам просто даю обзор законов у меня совершенно нет цели давать какие-то прогнозы по сегодняшней ситуации по сегодняшней ситуации вам никто прогнозы не даст а значит еще что я для вас подготовила что если вы хотите получить бонусы к сегодняшнему эфиру у меня есть прекрасное видео по поводу достаточно такой умный экономист по полочкам раскладывает все что связано с дефолтом потому что по дефолту очень много возникает вопросов ну скорее всего нам грозит технический дефолт и вот чтобы я сейчас вам не рассказывала про это то вам в качестве бонуса за фотографию этого эфира если вы поделитесь истории с этим эфиром вы получите это видео и плюс вы получите интересный взгляд достаточно умного и известного правоведа на закон с иностранцами да то есть там есть очень много нюансов на которые сейчас уже он обратил внимание и будет вот эта статья что получить этот материал вам нужно поделиться в stories этим эфиром продолжаем дальше конечно же у нас появился федеральный закон от 4 марта хорошо сохранить сохранил конечно а федеральный закон от 4 марта номер 32 фазе о внесении изменений в уголовный кодекс российской федерации в статью 31 и 3 и 151 уголовно-профессионального кодекса значит да сейчас улыбнусь я такая сегодня очень серьезно я такая думаю сейчас я буду читать новости я буду такая строгая да но я я не могу мой оптимизм он никуда не может деться да то есть вот я вот сюда настраиваться такая строгая ведь в черном все делать я же новости читаю чувствую себя таким диктором там тасс уполномочен сообщить так сказать ну не могу управлять у меня мое внутреннее состояние она всегда прорывается да но тем не менее я сейчас буду говорить не очень очень хорошие новости но вы должны об этом тоже знать за публичное распространение заведомо ложная информация об использовании вооруженных сил российской федерации предусмотрен штраф до полутора миллионов рублей принудительные работы или лишения свободы до трех лет отягчающим фактором может стать служебное положение фальсификация доказательств корыстные побуждения или мотивы политической расовой другой вражды в этом случае штраф увеличится до пяти миллионов рублей принудительные работы до пяти лет лишение свободы до 10 лет если распространение из информации повлекло тяжелые последствия тюремный срок составит от 10 до 15 лет за публичную дискредитацию вооруженных сил грозит штраф до 100 тысяч от 100 до 300 тысяч рублей принудительные работы либо лишение свободы до трех лет если такие действия повлекли смерть по неосторожности причинил вред причинил причинили вред здоровью или имуществу граждан спровоцировали массовые нарушения общественного порядка штраф возрастает до 1 миллиона рублей срок лишения свободы до пяти лет знаете что сейчас я вам вас повеселю что конечно же у меня сейчас мой отчим больше сеть тюрьме и он недавно мне позвонил позавчера я с ним не общаюсь по смерти маму вот думаю зачем мне нужен а так вот он мне звонит что-то там рассказывал и я муру коля какой ты счастливый человек сидишь тюрьме кредиты не платить тебя кормят поэт понимаешь но красота он будет ну да когда я буду через шесть лет жизнь очень круто в россии изменится по поводу банкрот сразу вот как раз мы сейчас с адвокатом это обсуждали там идет банкротство не будут отменены вот сразу прошу обратить внимание там только идет приостановка банкротство налоговой службой то есть та которая допустим может инициировать банкротство юридических лиц и пешек до которые задолжали вот такие банкротства сейчас будут приостановлены а все остальные банкротства коллеги никто не отменял и и конечно же не забываем что банкротит не только кредиторы но и банкротят банкротства сами физические лица я так предполагаю что банкротство сейчас мы получим очень много и с банкротством нужно естественно работать поэтому знаете она как в этой жизни что с одной стороны люди теряют свои деньги а с другой стороны сейчас появится очень много объектов которые можно будет купить с торгов поэтому вы сами понимаете вы сейчас качестве раздаточного материала получите мы в этом месяце а сверстали два антикризисных вебинара значит первый вебинар мы придумали как во времена неопределенности оптимизировать ипотечные долги то есть такой он будет 16 марта вы получите эту информацию здесь мы поможем и дадим вам так сказать такие механизмы чтобы клиент сохранил на определенное вот на на время неопределенности свои так сказать квартиры а второй момент значит в этом же вебинаре который пройдет 16 марта мы дадим механизм меры юридической поддержки клиенту на неустойчивом рынке который может применить риэлтор мне кажется такой самый лучший оптимальный вариант для того чтобы сейчас клиентам помочь сохранить то что у них есть продолжаем дальше что конечно же цб вел временный порядок обращение наличной валюты до 9 сентября банки не будут продавать наличную валюту населению а снять с валютного вклада можно будет 10 тысяч долларов банк россии вел временный порядок съема наличной валюты с крупных кладов и запретил снимать более 10 тысяч наличными в период с 9 марта по 9 сентября при этом остальные средства можно снять в рублях по рыночному курсу на день выдачи сообщается на сайте нашего регулятора все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены валюте вклада клиент может снять до 10 тысяч долларов на личной валюте остальные средства в рублях по рыночному курсу на день валюты в период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах сша вне зависимости от валюты счета конвертация других валют в долларах сша будет происходить по рыночному курсу на день выдачи поэтому цб нам обещает что все средства граждан будут сохранены и учтены валюте за цб я не ручаюсь опасно покупать объекты с торгов и особенности ну как будет опасно покупать объекты с торгов то же самое все останется что его ничего сверх естественного то есть мы объекты которые продаются с торгов анализируем по тому же принципу как и было раньше проверяем нашего продавца смотрим историю перехода вправо потому что мы напрочь забываем что у нас есть еще история перехода вправо смотрим лишь что происходит с нашим заемщиком судится ну или не судится вы же помните что есть еще моменты когда торги можно оспорить но сказать что массового решения суда по оспариванию торгов нету это достаточно редко бывает там определенные риски есть те которые были они также останутся просто таких объектов появится намного больше и с такими объектами нужно уметь риэлтору работать на сегодняшний день поэтому это очевидно что то что раньше вы не очень любили покупку объекта с торгов сейчас это достаточно часто будет то есть и сам клиент к вам может обратиться потому что он может процедуру банкротства попасть да и у вас сейчас появится покупатели со свободными деньгами которые будут искать объекты с дисконтами вот в течение этого месяца у нас будут два вебинара которые будут посвящены этим вопросом то есть я нашла человека екатерину хенкину которая занимается торгами и она будет нам рассказывать как проводить торги и как минимизировать риски со стороны покупателей и со стороны продавцов то смотрите сейчас вообще времена интересны потому что сейчас нужно владеть новыми естественно инструментами да то есть вот на мой взгляд если тоже очень много размышляю по ситуации которая происходит на мой взгляд нам сейчас нужно как бы даже риэлтором расширить свои полномочия где-то уже знать это в рамках юридических аспектов то есть уже риэлтор становится универсалку вам же будут звонить непосредственно люди те которых вы сопровождали и совершали сделки поэтому конечно же вам нужно расширять инструментарий и нужно сейчас мыслить немножко по-другому согласны со мной поставьте плюсики поставьте просто плюсики кто со мной согласен очень интересно только на прошлой неделе говорила что за торгами будущее теперь только об этом давно говорила я об этом говорила еще в прошлом году когда материальное положение ухудшается у населения то они либо продают эти объекты недвижимости с торгов до второй очень важный момент сохранить свой объект недвижимости а у покупателя важная задача у кого есть свободные деньги купить выгодные максимально выгодный объект недвижимости там конечно есть схема по выкупу ипотечных долгов и мы тоже хотели ее рассказать на нашем вебинаре но после того как вот эта процентная ставка поднялась сейчас реструктуризация долга стала невыгодна поэтому будем смотреть по ситуации что-то менять дальше конечно сейчас у нас еще внесен проект который допускает лишь снижение плавающих ставок по ипотечным кредитам и он внесен в госдума то есть группа депутатов из фракции новые люди во главе с сарданой авка сантьявой я даже не знаю кто такая но почитала в новостях внесла в госдуму законопроект допускающий лишь снижение плавающих ставок по выданным ипотечным кредитам следует из базы данных нижней палаты парламента то есть что хочет сделать госдума то есть документ направлен на урегулирование отношений связаны с обеспечением сохранения ставок по договорам об ипотечных кредитах он устанавливает что в случае если заключенным ранним договором была предусмотрена переменная процентная ставка то она может изменяться исключительно в сторону понижения причем на срок который установит правительство рф но понятно для чего это сделано мне кажется вам это объяснять не надо дальше в госдуму внесет законопроект о запрете выселения из ипотечной квартиры граждан у которых эта квартира является единственным жильем на срок не менее чем два года с момента вступления в законную силу решения суда ну это неплохая такая новость что в судебной практике конечно же одной из наиболее частых причин выселение из квартир является длительная просрочка по договору ипотеку именно более трех месяцев при этом не имеет значения является ли это жилье единственным для заемщика и членов его семьи также не учитываются интересы незащищенных слоев населения то есть важно прописано ли залогой квартиры несовершеннолетние дети инвалиды пенсионеры то данный объект недвижимости при наличии неисполненных долговых обязательств будет изъят и реализован с публичных торгов по продаже недвижимого имущества я считаю что если это будет введено то в принципе судьба заемщиков будет полегче прошу на это обратить внимание поэтому я вам в принципе пробежалась кратко по всем так что еще что вам еще у нас есть немножко что это касается не резидентов что с указом президента у нас продавца значит кредиты не будут давать недружественным странам ну думаю это вам тоже не особо такая большая новость и я думаю что вам перечислять это совершенно нет смысла потому что вы список недружественных стран наблюдаете в современных реалиях коллеги значит на что хочу обратить внимание что я вам дала краткий обзор законодательства а еще раз говорю о том что вы можете получить раздаточный материал раздаточный материал будет заключаться в том что это будет видео где очень хорошо объясняет что такое дефолт в каких случаях он наступает и второй момент будет хорошая позиция правоведа которая объясняет вот по поводу сделок между нерезидентами какие есть пробелы в этом законе и на что нужно обращать внимание вздать этих пробелов если у вас есть вопросы то пожалуйста их задавайте потому что я вам дала краткий обзор и считаю что пока этого достаточно еще знаете что я хотелось чем поделиться вами что мы все сейчас находимся в большой тревоге ну понятно что рушится наш мир рушатся привечно привычные стереотипы да это такая большая психоэмоциональная нагрузка на всех но я конечно не психолог и как и я все не претендую на психолога я сама очень серьезно работаю со своим внутренним состоянием я хочу сказать что мы должны работать понимаете это первое мы должны помогать нашим клиентам потому что если мы хотя бы следим за новостями у нас есть чат и кто не подписался на мой телеграм-канал канал не забудьте подписаться там уже больше десяти тысяч человек и мы там постоянно публикуем текущие новости а люди которые вас окружают они находятся в прострации и очень важно чтобы вы помогали этим людям тоже решать определенные задачи которые у них существует на сегодняшний день поэтому на мой взгляд расслабляться не надо лет лить слезы что все рушатся тоже не надо наша задача профессиональных участников рынка недвижимости держать себя в пол в тонусе отслеживать рынок недвижимости и работать в тех реалиях которые есть еще раз что получить раздаточный материал нужно сделать скрин этого эфира сделать отметку stories что-нибудь можете написать хорошее и а и вы получите раздаточный материал и еще раз говорю конечно же очень много задают вопросов как сейчас таргетировать рекламу а потому что инстаграм и фейсбук больше не используют таргет сразу говорю обращаю внимание на то что есть конечно контакт но контакт пока изучается от него конечно многие не в восторге но потихоньку наверное а сейчас контакт загружен и сейчас там вливать деньги в контакт я не вижу никакого смысла потому что нужно во всем разобраться и прицепенно все настроить в принципе площадка телеграм она работает только тогда когда у вас есть какое-то сообщество да то есть телеграм-канал надо развивать потому что я телеграм-канал развивают уже два года я в него еще и деньги вкладываю да то есть мы меняемся с другими телеграм-каналами информации поэтому телеграм-канал он эффективен когда когда у вас есть какая определенная группа сообщества и это сообщество вы развиваете но текст током все понятно да и еще вот я сейчас рассматриваю варианты контекстной рекламы яндекс директ ну там тоже нужно понимание иметь и уметь и пользоваться поэтому в любом случае мы приспосабливаемся других вариантов нету я думаю что сейчас каждый будет приспосабливаться к текущей ситуации да спасибо то есть классная до информация в телеграм очень рада то есть естественно когда мы телеграм-канал ведем нам же еще постоянно там чем-то публикуешь и на нас наезд вот фейки пишите да я буквально вчера опубликовала информацию вот с этими банками где были приостановки и на стали обвинять фейк когда никакая это не фейк я попросила коллег поделиться этими письмами с росреестра о приостановке эти письма были заброшены в чат и поэтому ну мы должны оперативно реагировать на то что происходит и конечно же не я не моя команда не занимается фейками то есть я постоянно отслеживаю что происходит мы все обсуждаем мы собираем информацию отовсюду и со своих учеников и с чатов и с регионами общаясь большим количеством людей все что-то шлют и мы конечно же сразу забрасываем это в телеграм-канал но прежде чем расстаться напишите мне как у вас настроение то есть как вот паст вот напишите мне оптимистическое пессимистическое прорвемся не отчаиваемся какие у вас эмоции мне очень хочется так очень много эфир смотрят людей мне очень хочется получить от вас обратную реакцию до ссылку на канал под сохраненными видим на позитиве отлично то есть хочется почитать что-то хорошее а то везде все плачут прорвемся отлично настроение все будет хорошо прорвемся отлично да телеграм-канал просто супер очень полезно вчера херовое было у меня и сегодня рабочее настроение оптимистическое прорвемся двигаемся дальше очень хорошо что вот и пиши настроение боевое среднего стрельну неплохо но уже хорошо будем надеяться на лучшее надежда что все будет хорошо настроение рабочее прорвемся сушить и ноу больше позитива да ну же как она часу всех то хорошее то плохое а вы же все одинаковые люди выше голову работаем прорвемся мне очень нравится что вы оптимисты вас услышала стало спокойнее как всегда прорвемся не дождутся переживем ли это рабочее боевое как-то один риэлтор спросил меня недавно что же я пью что такая спокойная что вы пьете 25 лет недвижимость не такое видела людочка привет работаем все хорошо россия так понятная оптимизм прорвемся олеся спасибо только не политические лозунги коллеги я вообще так устала мне тут такое вообще пишут в директ что я даже не хочу вам рассказывать потому что я в шоке спасибо за поддержки да у клиентов плохое настроение а нам нельзя унывать понятно понятно очень я рада что вы держитесь у нас других вариантов нету понимаете что я вообще я уже об этом говорила но скажу вам еще раз что времена неопределенности это всегда сложно всегда это всегда очень большое испытание знаете все психологи всегда говорят о том что все качества человека они проявляются во времена неопределенности да и но у меня их очень много было этих времен неопределенности там я говорила что смерть моих родителей за последние два года и мне казалось что это очень тяжело но я же справилась я думаю что и мы с этим справимся но во времена неопределенности нельзя нельзя подать духом потому что вот если ты себя не сохраняешь свой внутренний мир то ты поддаешься разрушению а назад пути нету и я еще раз говорю что я буду выходить в эфиры я буду делать какие-то мероприятия до обязательно надо общаться с близкими людьми кому нужна поддержка можете мне писать я всегда скажу добрые слова вот вы знаете и конечно же спасибо вам что вы были на этом эфире надеюсь что данный эфир вам был полезен вот и поэтому я надеюсь что мы сейчас сверстаем вебинар и я думаю что еще раз говорю что мы готовим антикризис на вебинар с помощью каких инструментах работать в новых реалиях наверное завтра уже появится ссылка на него и именно будем говорить как оптимизировать ипотечные долги то есть знаете сейчас такие времена что приходится давать схематозы понимаете а куда от них денешься именно схематозы они вернутся в нашу действительность и они помогут нам сохранить наши капиталы и активы поэтому все только по существу следите за новостями не забудьте поделиться данным эфиром всех благодарю мне очень нравится что вы пишете было бы здоровья эфир как всегда классно спасибо было бы за остальное заработаем купим подарим да я тоже так думаю да да эфир конечно будет сохранен спасибо будьте счастливы в любое время всем счастья всем здоровья держимся мы на связи и пожалуйста коллеги отслеживаем новости и даем конечно же оперативную информацию нашим клиентам еще мое личное наблюдение что конечно же вы не забывайте что в темные времена очень обостряются мошеннические схемы да то есть я сейчас подумаю и мы скорее всего проведем эфир по новым мошенническим схемам я думаю что это будет скоро да то есть какие на фоне вот этих времен неопределенности могут появиться мошенники и какие схемы они могут использовать и это как всегда происходит в такие времена но сейчас то есть уже какие-то стандартные схемы мошенничества они уже будут не работать обещаю в течение там недели двух это все сделать для того чтобы у вас была полноценная информация прощаюсь с вами до свидания это все и это все это все это все это все и